Это действительно хороший такой христианский обычай, петь вместе. И мы сейчас будем говорить об обычаях, и оно как бы и вкладывается, соединяется с этим, что мы слышали. Мы когда заканчивали первую часть, то я задал такой вопрос, чтобы нам проверить себя, какие традиции и обычаи мы сами того не замечаем, имеем в своей жизни. И они могут быть самые различные, например, обычаи в этого мира дейтинг, чисто мирской обычай, которые верующие могут использовать и жить, и говорить это нормально, неправильно. И другие есть. Мы, может быть, когда будут вопросы-ответы, поразмышляем несколько больше, какие есть обычаи и традиции. Но я хочу сейчас задать, друзья, другой вопрос. Всем слушайте внимательно. Так как мы здесь почти все члены церкви, принявшие святое водное крещение, знающие Господа, мой вопрос такой, какие у вас сегодня есть новые обычаи, которых раньше не было? Потому что с новой жизнью приходят и новые обычаи. Если мы будем веровать в Господа Иисуса Христа, если мы будем жить по Его Писанию, у нас обязательно в жизни будут новые обычаи. Мы невозможем этого избежать, потому что мы таки говорим, что обычаи – это часть жизни, это то, что человек делает на уровне автоматизма. Так принято, так делаем. Вот так поступали наши родители, мы так поступаем. Это на уровне таком, даже не задумываясь. Что ты делаешь, имея новые обычаи, даже не задумываясь? Став новой тварью, еще раз повторю, у нас, друзья дорогие, будут новые обычаи. И вот тексты Писания, говорящие о том, что у христиан есть новые обычаи. Евангелие от Марка, 10 глава, 1 стих. Давайте откроем, посмотрим на жизнь Иисуса Христа. Господь прожил короткую жизнь, 33,5 года всего на земле, но и за эту короткую жизнь у Него были Его личные обычаи. Вот у Господа Иисуса Христа были Его обычаи. Давайте прочитаем про один из обычаев Иисуса Христа. Марка, 10 глава, 1 стих. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною, опять собирается к Нему народ, и по обычаю Своему Он опять учил их. Обратите, как описывается жизнь Господа. У Иисуса Христа был Его обычай. Может быть, этим обычаем не пользовались другие ученики, но здесь сказано, по обычаю Своему. То есть у Господа было принято. Это сформировалось в Его жизни, и для Него это было естественно и натурально. Там, куда Он пришел, учить народ. У меня вопрос, друзья дорогие, а мы можем перенять такой хороший обычай? Вот там, где мы есть, там, где собрался народ, там, где люди окружают нас, мы берем и говорим о Господе. Мы славословим нашего Господа, мы возвеличиваем Его, мы наставляем народ, мы раскрываем величие Царства, и это стало нашим обычаем. А как иначе? Господь по обычаю Своему учил народ. Вот. Этот текст также говорит о том, что у каждого могут быть свои обычаи. И я хочу сказать, друзья, дорогие братья и сестры, иногда, знаете, вот встречаются члены церкви с разных церквей и говорят, а у нас так принято, а у нас так не принято, и начинают спорить и говорить, это правильный обычай, неправильный. Я вам хочу сказать так, не тратьте свою жизнь на доказательство, какой церковный обычай правильный, какой неправильный. Но у каждого есть свое. У молдавских церквей есть свой обычай, у украинских свой обычай, у русских свой, у американцев свой. В той церкви, где вы членом церкви находитесь, живите по тем хорошим церковным обычаям. Это хорошо. Это нормально. Вот. И вмещать друг друга, и колорит будет хороший. Когда ученики начали учить людей, когда ученики начали рассказывать о Господе, когда они начали благовествовать, знаете, какая была одна из первых реакций фарисеев, которые слышали благую весть? А вот они слышали учение Господа Иисуса Христа, и вот как они отреагировали. Давайте прочитаем Деяние, 6 глава, 14 стих. Деяние святых апостолов, 6 глава, 14 стих, говорит о том, как отреагировали фарисеи на благовестие, которое совершали ученики Господа Иисуса Христа. В частности, здесь говорится о Стефане I, мученике за Господа. Деяние 6, 14. Ибо мы слышали, как Он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вопрос ко всем знающим Писания. Вы когда-нибудь читали о том, что Христос говорит, я вам даю новые обычаи? Нету таких текстов. Нету текстов Писания, где Христос говорит, я вам даю новые обычаи. Нету. Он говорил благую весть. Он благовествовал. Он принес учение, Евангелие. И если люди будут жить по Евангелию, обычаи поменяются. И фарисеи ставят, скажем так, на суде в претензии Стефану, что он проповедует то, что проповедовал Христос, а Христос пришел переменить обычаи. Друзья дорогие, Господь не обычаи пришел переменить. Он не занят тем, чтобы менять человеческие обычаи. Господь Иисус Христос занят одним, поменять жизнь человека. С переменной жизни происходит перемена обычаи в нашей жизни. И вот поэтому вопрос ко всем нам. А какие у тебя новые обычаи? Что у тебя новое, не такое, как у тебя было до уверования? Вот спросите своих близких, которые знали вас до покаяния и после. Что поменялось? Даже если вы жили в христианской семье, изменение все равно придет. Учение Моисея было учение закона. Учение Иисуса Христа совсем другое. Он пришел по чину Мехиседека, и поэтому он проповедовал другое. Люди слушающие говорят, вы нам проповедуете другие обычаи. Кстати, иногда и верующие говорят, вот вышел брат на кафедру и проповедует другие обычаи. Не обычаи мы проповедуем, а Христа распятого. Но если ты его принял, твоя жизнь будет другой. Твои повседневные, ежедневные обычаи станут другими. Деяние 16 глава 21 стих. Давайте посмотрим еще один стих. Это уже связан с апостолом Павлой и силой. И здесь уже говорится о том, что как на проповедь Павла отреагировали язычники. Там отреагировали фарисеи. Ну понятно, они знали хорошо закон Божий. Они тщательно следовали всем установлениям. Они имели множество своих обычаев, своих традиций. Но как отреагировали язычники на благую весть? Деяние 16.21. Вот когда взяли Петра, повлекли к судьям и говорят, что они делают. И проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Римляне, слушая апостола Павла, говорят, они проповедуют о других обычаях. Апостол Павел никогда не проповедовал о других обычаях. Он проповедовал о Христе распятом. Он сам об этом говорит. Он всегда возвещал благую весть. Но люди, язычники, услышав его речь, говорят, он говорит о других обычаях. Они четко поняли. Если ты примешь благую весть, ты оставишь римские обычаи. Ты не будешь жить как римлянин по обычаям Рима. Все, ты станешь другим. И они говорят, нам не должно принимать эти обычаи. Это не римские обычаи. Это совсем другое. Мы не должны их ни принимать, ни исполнять. Благая весть призывала слушателей к отвержению старого образа жизни и принятия нового. И когда мы принимаем новую жизнь, в нашу жизнь, жизнь в духе, приходят обычаи неба. Мы все стремимся в небо. Мы все ожидаем Господа. Но пока мы живем здесь на земле, мы, друзья дорогие, должны жить уже на земле по обычаям неба. Еще текст Священного Писания, который также говорит о церкви и дает предупреждение о том, что и в церковь могут входить земные обычаи. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 11 глава, 16 стих. Первое Коринфянам, 11 глава, 16 стих. Читаем такие слова. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божией. Спорить – это не церковный обычай. Если человек любит спорить, этот человек, живущий не по обычаю церкви. Этот человек, живущий еще по обычаю мира. Правда интересная обычаясть – спорить? Иногда говорят, ну у меня такой характер, я люблю поспорить. Нет, это обычай, по которому ты живешь. Тебе нужно оставить этот обычай и перестать спорить. И я знаю, к сожалению, среди верующих есть немало спорщиков. Они приходят на разбор и начинают не слушать, не впитывать истину, а спорить. Их задача – поспорить. У них обычай – спорить. И они живут по этому обычаю. Здесь, когда апостол Павел говорит о том, что они не имеют обычая, то выше, если смотреть по контексту, он говорит о том, чтобы жены покрывали головы. И уже в то время были люди спорящие. И Павел говорит, вы сопротивляетесь против покрытия головы, потому что у вас есть обычай спорить. Носить, покрывать голову, носить головной покров – это не обычай. Это повеление Божье. А спорить об этом – уже обычай. Вот поэтому, когда говорят, у вас есть обычай, нет, мы не обычай делаем, мы живем новой жизнью. А тот, кто спорит с этим, тот живет по мирскому обычаю. А вот еще бывают обычаи, которые тоже входят в жизнь церкви или в жизнь верующих. И апостол Павел предупреждает нас, потому что обычаи могут отвлечь нас от главного. Обычаи могут поменять нашу жизнь и направить на неверный путь. Друзья дорогие, нашу жизнь могут поменять наши друзья. Говорят, с кем ты дружишь, таким станешь, не дружись с дневливым. Нашу жизнь могут поменять наши обычаи. Разные обычаи, которыми мы пользуемся. Евреям, 10 глава, 25 стих. Послание апостола Павла к Евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для онного. Для некоторых становится правилом, привычкой, обычаем. Тут 2-3 года побыл членом церкви, не понравилось, что-то не так. Следующий перешел в 3-4-5, и за 15-20 лет он может поменять несколько церквей. Почему? Он стал жить по нехорошему обычаю. Павел говорит, есть у некоторых обычай. И он говорит, по этому обычаю не поступайте. Не оставляйте свое собрание. Если есть разбор церковный, если есть какое-то служение, а ты его оставляешь, ну, иногда бывает вот какое-то неотложное дело, и ты не смог пойти на собрание. Но если ты раз не пошел, второй, это станет нехорошим обычаем, который увлечет тебя от Господа. Есть у некоторых обычай. Как бороться с этим обычаем? Апостол Павел очень просто говорит, увещевайте друг друга, ободряйте, поддерживайте и говорите, ты стал на нехороший обычай, поменяй этот обычай, не живи по нему. Вот представляете, друзья, как вот в нашей жизни, сколько самых различных обычаев, которые формируют нашу жизнь. Хороший обычай, быть всегда в Доме Божьем, прекрасный обычай, прекраснейший. Плохой обычай, оставляй собрание. И то, и то, может, по-разному влияет на нашу жизнь. Еще один текст Священного Писания, говорящий о том, что люди, которые живут по плоти, имеют плотские обычаи. 1 Коринфянам 3 глава 3 стих. Апостол Павел предупреждает верующих и обличает их, и говорит такие слова. 1 Коринфянам 3 глава 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Правда, интересно, дела плоти, зависть, спор, разногласия. И тут же человеческий обычай. Это в мире обычай спорить, завидовать, иметь разногласия. Это плотское дело, не Божье. И в то же время оно соединяется с обычаями, становится частью, естественной частью человеческой жизни. И человек так живет и даже сам не знает, почему он так поступает. Потому что это вошло в его привычку. И он это делает, как говорится, на автомате, раз и все. Где-то спорить, раз и все. Зависть сама рождается. Вот, знаете, говорят, горе не завидуют, а доброму часто завидуют. Вместо того, чтобы радоваться, что у брата есть успех, у сестры тоже что-то хорошее, люди чаще начинают завидовать. Павел говорит, это нехорошо. Это плотской человеческий обычай. Живущие по духу не могут жить по плотским обычаям. Живущие по духу не должны жить по человеческим обычаям. И вот, друзья дорогие, хорошо для себя проверять, почему я живу, почем, что является базой моей христианской жизни. Плоть или дух? Если я буду поступать по духу, я не буду жить по человеческим обычаям. Поэтому, друзья дорогие, Господь опять и опять, опять и опять обращает нас к тому, какие у нас должны быть обычаи. Какие обычаи могут быть у духовного человека? Ну вот некоторые. Тебя обидели, плотской спорить, духовный, молиться за обижающего. Вот представьте себе, на уровне автоматизма, тебя обидели, и ты за него молишься. Тебе сделали больно, и ты тут же, первая твоя реакция, молитва за этого человека. Замечательный, благословенный обычай, если так поступать. Еще может быть хороший обычай. Взяли у тебя рубашку. Что, пошел сразу кому? К лоеру, к лаеру, чтобы там свои дела защитить. Нет. Отдаешь вторую. Хороший обычай. Взяли у тебя одну рубашку, отдаешь вторую. Это хороший христианский обычай. Это духовный обычай. Ударили тебя в одну щеку, и ты по обычаю размахнулся и точно так же въехал, да? Или по правильному духовному обычаю ты что делаешь? Подставляешь вторую. Ты не заставляешь себя это делать. Это у тебя на автоматизме, потому что обычай это то, что делаем автоматически. Ты подставляешь вторую. У всех у нас, друзья, такие обычаи. Дай нам Господь, чтобы нам вот наблюдать за собою, наблюдать за своей духовной жизнью. Коринфяне были младенцами, а младенцы живут по плоти. Плоть приводит к человеческим обычаям. Плоть не может жить по духовным обычаям. У нас есть сила противостоять обычаям мира. Не поступать так, как этот мир, потому что у нас есть конечная цель, и потому что Дух Божий живет в нашем сердце. Мы в этом мире должны быть светом и солью. Мы должны поступать как свет и соль, и это должно быть часть нашей жизни. Во всех сферах жизни, в еде, в одежде, в семье, в учебе, в работе, во всем мы должны быть светом и солью. Это значит, наш хэбит, наши естественные поступки должны быть правильными. Что я имею в виду, например, на работе или на учебе? Честным быть. Вот быть предельно честным в том, что делаешь. На своей работе, рабочие как трудятся? Когда босс рядом, как-то старательно трудятся. Босса, начальника рядом нету, вот, где-то могут себе расслабиться. А человек, который живет по небесному обычаю, знаете, как он трудится на любой работе, начиная от подметания чего-то и на самых верхах различных должностей, он все делает, как для Господа. И все, что вы не делаете, все делайте, как для Господа. Расскажу вам один пример, я уже где-то его приводил, может быть, кто слышал, оно будет как повторение. Как-то в одну церковь приехал служитель и видит, что один брат, такой простой, вот тщательно метет и затем моет церковный пол. Церковь огромная, на несколько тысяч человек. И он так посмотрел, говорит, ну я никогда не видел, чтобы уборщики так старательно и тщательно убирали с такой, знаете, радостью на лице. Он к нему подошел похвалить и говорит, слушай, ну ты молодец, ну хорошо ж поощрить человека. Вот ты так работаешь, что я вот гость, обратил внимание, как этот тщательно. А он говорит, тебе не надо меня хвалить, я не для тебя это делаю. Я подметаю для Господа. Вау, как говорят у нас, да? Ну пастырь этот, который был гостем, он решил пастырю той церкви рассказать. И он ему рассказывает, говорит, уже на братском, говорит, я вот увидел у вас человек вот такой, такой, как он выглядит, а вот так и так, говорит, так тщательно, старательно убирает церковь. Где вы такого уборщика нашли? Пастырь отвечает, знаешь, этот уборщик в год дает десятины в церковь, несколько миллионов. И он для себя, говорит, он когда-то пришел ко мне в офис и говорит, дай мне такую работу, за которую бы никто не завидовал. И он ее нашел. Говорит, можно я буду для Господа подметать? Вот, друзья, обычай делать все для Господа. Обычай делать с радостью. Обычай делать старательно. Это самое прекрасное. Это лучший свет и соль в нашей жизни. Обычай быть честным на работе, на учебе. Не списывать, не лукавить, не обманывать. Вот честным быть. Обычай быть верным. Слово сказал, и ты его верно держишься, даже если бы тебе от этого трудно. Потому что у тебя это часть твоей жизни. Это твой обычай. Быть верным своему слову. Это христианские обычаи, которых в этом мире очень мало. Их не практикуют. Человеку, неверующему, нужно это выдавливать из себя. А у нас это часть жизни. Потому что новая жизнь в нас. Друзья, дорогие, по каким обычаям мы живем? Наши обычаи должны быть примером для других людей. Все наши обычаи базируются на Слове Божьем и на Господе. Например, обычай убирать все дома чисто. Как сказать, что этот обычай тоже базируется на библейском? Ответ очень прост. Бог наш есть. Бог устройства и порядка. Наш Бог любит чистоту. А мы его дети, как так скажут, украинцы. Мы его дети. И мы тоже должны стремиться так поступать. Итак, друзья, дорогие, во всех вопросах нашей жизни. Обычай принимать гостей, когда мы с радостью открываем двери наших домов, чтобы принимать гостей. Мы первые там. Обычай быть ревностным к добрым делам. Это очень хороший обычай. Когда в церкви говорят, кто может сделать, и лез в руки, все бегут первым. Хороший христианский обычай. Стараться так вот поступать. Обычай молиться за свою церковь. Обычай молиться за служителей. Это хороший библейский обычай. Каковы препятствия, что часто у нас нету этих обычаев? Мы-то говорим, но давайте честно посмотрим на себя, всегда ли мы так поступаем. Причина часто в том, что без освобождения от обычаев этого мира, мы не можем явить этому миру богатство Христовой благодати. Нам сначала нужно освободиться от всего мирского, от всех его обычаев, может быть нейтральных или отрицательных. Нам нужно иметь новую жизнь. С новой жизнью приходят новые обычаи. И давайте, друзья, прочитаем еще раз стих, который мы читали на первом уроке, Ефесянам 2 глава, с 1 по 7 стих, я его прочитаю. Только вторую часть давайте посмотрим более внимательно. У кого есть Библии, давайте откроем, прочитаем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Итак, еще раз повторяем. Мы были мертвыми, потому что жили по плоти, жили по обычаям этого мира, и от нас ничего хорошего не было. Мы были в преступлениях и грехах. Бог по своей милости нас возрождает. Он делает нас другими. Можно сказать так, Он нас из гроба достает и делает нас живыми. Более того, Господь нас достает из мертвого состояния, делает нас живыми и посадил на небесах во Христе Иисусе. Зачем? Чтобы явить преизобильное в грядущих веках богатство благодати Своей в благости к нам. Бог говорит, я хочу иметь на земле моих людей, которые посажены там во Христе на небесах, но живут здесь по обычаям неба. Они были мертвыми, а сегодня они живые. Друзья, дорогие люди, которые находятся в гробах, живут по обычаям гробов. Мы вышли из гробов. Господь жизнь нам вечную даровал. И поэтому, если мы возвращаемся к мирским обычаям, мы, так образно говоря, опять ложимся в гроб и становимся, как все те, кто в гробах лежат. Не должно так быть в нашей жизни. И я почему повторяю это опять и опять, потому что, друзья, дорогие, это чрезвычайно важно для всех нас. Чрезвычайно важно не жить по обычаям этого мира. Конечно же, когда мы будем другими, то мир нас не будет понимать. Вы думаете, что они с радостью будут смотреть на наши новые обычаи? Нет. Вы думаете, что они будут хлопать в ладоши и радоваться, что мы другие? Нет. Они знаете, как будут поступать? 1 Петра 4.4. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 4 стих. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Почему вы не участвуете? Я когда учился в мединституте, помню такой вот, с кем вместе учишься, говорят, Нет. Ты такой фильм смотрел? Нет. А это смотрел? Нет. А этот? Нет. Почему? Мы вообще не смотрим фильмы. Так какие-то забитые, отсталые, все. Злословят вас? Вы не такие. У тебя есть смартфон, у тебя есть последний гаджет, ты это смотришь на всех соцплощадках зарегистрирован? Нет. Ты в этих разных группах находишься? Нет. Ты отсталый. Дивятся и злословят вас, что вы не участвуете, что вы не являетесь частью их культуры, что вы не являетесь частью их обычаев. Друзья дорогие, молодежь дорогая, для вас, вот особое время, мы, как бы старшее поколение, жили в России, мы там родились. Там родились наши отцы, наши деды, они там жили. Приехавшие сюда, некоторые из вас уже родились здесь. Или кто-то с детства, вот с малых лет приехал сюда, и у вас встает вопрос, стать как американцы или не стать? Моя просьба, мы уже здесь с 93-го года. Не становитесь, как американцы. Не становитесь. Не принимайте их обычаи. Мы не граждане Америки, мы граждане неба. Мы во Христе посажены на небесах, а об этом народе мы должны молиться, благословлять их и быть светом и солью для этого мира. Чтобы пройдет 50, 100 лет и больше, мы остались другими. Да, язык поменяется, возможно. Возможно, служение будет где-то больше на английском. Возможно. Всему свое время. Но будьте другими, будьте гражданами неба. У нас совсем другое положение. Мы дети Божьи. У нас совсем другой статус. Хочу сказать, друзья, дорогие, наши обычаи формируют будущее. Многое часто мы делаем, не замечая, потому что так делали родители. Вы знаете этот пример, когда у одной сестры спросили, а почему ты так жаришь, можно иначе? Говорит, не знаю. Вот она себе задала вопрос, а почему же я так поступаю? Родители так поступают. Родители так делали. И она автоматически это делает. Так вот, когда мы будем жить по хорошим христианским обычаям, наше будущее поколение, ваши дети, будут формироваться в обстановке библейских христианских обычаев, которые будут в каждой семье. Это самое прекрасное. Вот благодаря этому у вас будет сила сказать, а я и дом мой. Мы будем служить Господу, потому что мы не можем иначе жить. Это наша жизнь. Вот так поступать, вот так действовать. Господь нас создал для себя, поэтому мы служим для Него. И так, братья и сестры, Господь нас воскресил, возродил к новой жизни, чтобы мы уже не жили по обычаям этого мира. Если мы, как верующие, возвращаемся к обычаям этого мира, мы опять можем стать ослабевшими, отступившими и мертвыми для Господа. Обычаи могут нас опять умертвить. Поэтому всегда будьте на страже. Когда Господь воскресил нас, мы стали мертвыми для этого мира, и мы стали живыми для Господа. Мы стали живыми для Его Царствия. Будьте не по названию новой тварью, а по жизни. Иисус Христос, Его жизнь в нас, поэтому, если мы под Его властью, тогда и наша жизнь, наши поступки, наши правила, наши действия в повседневной жизни будут другими, они будут отображать ту новую жизнь, которую мы имеем в духе через наши естественные земные действия. Да благословит нас Господь быть такими. Аминь. Помолимся? Или еще есть? Потому что время есть. Давайте, друзья, помолимся. Может, Господь кого-то побуждает еще помолиться, чтобы иметь силы жить по Его обычаям. Пожалуйста. Спасибо.